На приманку мошенников клюнула Тамара Дудукина. Преступники разбудили женщину в 2 часа ночи и сообщили о том, что ее сын сбил человека. Немедленно потребовали перевести на свой счет 50 тысяч рублей. Якобы этого могло хватить для того, чтобы замять дело. Вот на это я попался. У меня таких денег не было, они ждали-ждали, наверное, что я им вынесу, так и не дождались. Хотя меня накануне дети предупреждали, мам, ты смотри, мам. Классические способы развода в Самаре по-прежнему работают. Жулики приходят в дома к пожилым людям, проникают в квартиры под видом сотрудников коммунальных компаний и уносят имущество. Недавно на удочку самарских мошенников клюнула очередная жертва. Полицейские задержали девушку, которая втерлась в доверие 84-летней пенсионерки. По версии следствия, подозреваемая познакомилась с бабушкой на рынке. Представилась сотрудницей администрации и пообещала потерпевший новогодний подарок – коробку конфет и тысячу рублей. Пенсионерка проводила ее в свою квартиру, где мошенница передала билет приколов номиналом 5000 рублей, что не является платежным документом. Наша пенсионерка вернула ей сдачу в размере 4000 рублей. Подозреваемая пообещала вернуться через несколько минут с коробкой конфет и скрылась с места преступления. В итоге бабушка осталась без сладости и без денег. Вскоре она поняла – купюры оказались поддельными. На первый взгляд купюры банка приколов напоминают настоящие, но если приглядеться внимательнее, то все-таки можно найти отличия, которые должны вас насторожить. Вместо рублей – дубли, а водяные знаки практически отсутствуют. Сотрудники прокуратуры призывают жителей быть бдительными при размене крупных банкнот. Как правило, на купюрах присутствуют предупреждающие надписи. Наша съемочная группа предложила местным жителям отличить настоящие деньги от сувенирных. Некоторые из них сумели найти явные признаки подделки. Судьбу 28-летней девушки, которая украла у пенсионерки деньги, будет решать суд. Сейчас полицейские ищут других потерпевших, которые могли пострадать от рук мошенницы. По закону женщине грозит до двух лет лишения свободы. Анатолий Головко, Григорий Плешаков, События.